Здравствуйте! В эфире «Арсенал» в студии Владимир Бурко. О новостях армейской недели в информационном обзоре программы. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Среди отмеченных орденами и медалями – офицеры вооруженных сил, которые участвовали в боевых пусках, недавно принятые на вооружение системы залпового огня «Полонез». Это высокая оценка страны и президента, труда всего коллектива, который я возглавляю. Это аванс на будущее и стимул для нашего дальнейшего самосовершенствования. В вооруженных силах продолжается подготовка к командно-штабному учению вооруженных сил. На учебные сборы призваны военнослужащие запаса. На занятиях по огневой и тактической подготовке солдаты и офицеры совершенствуют навыки владения оружием, изучают новшества в военном деле. Экзамен на право совершения водолазных спусков сдали 15 военнослужащих сил специальных операций и инженерных подразделений Белорусской армии. Под Могилевым завершил обучение второй набор специалистов этого профиля. Выпускное тестирование включило в себя теоретическую составляющую и практический этап, в ходе которого курсанты выполнили нормативы по распиловке металла под водой, сбалчиванию соединений и поиску затонувшего предмета. Ранее водолазов Министерство обороны обучало на базе учебного центра пинского погранотряда. В агрогородке Михонович и Минской области Министерство обороны совместно с предприятием «Белспецконтракт» провело очередную выставку-продажу, выслуживший свой ресурс военной техники. На ней представлены образцы инженерного, медицинского и ветеринарного имущества. Перед покупкой каждый желающий мог не только тщательно осмотреть, но и протестировать выбранный товар. В городе Будо-Кошелево Гомельской области открыта композиция, посвященная советским воинам, погибшим в годы Великой Отечественной. Акция, организованная с участием Министерства обороны, приурочена к 70-летию Дня танкистов. На площадке перед Курганом «Славы» разместили ряд образцов бронетанковой техники, которые стали частью городского мемориального комплекса. Замечательный подарок, не только подарок этой военной техники времена Великой Отечественной войны, но и замечательный концерт, ансамбль, танцы и песни вооруженных всего Республики Беларусь. Очень нравится, приятные эмоции, захвёстывает всё отлично. Сегодня День танкистов. Праздник установлен 70 лет назад, в 1946 году, во знаменовании значимости бронетанковых и механизированных соединений, их выдающихся заслуг в Великой Отечественной войне. Личный состав и ветеранов этого рода войск со знаменательной датой поздравил министр обороны Андрей Равков. Современное поколение защитников достойно продолжает боевые традиции фронтовиков. Настойчиво оттачивает мастерство, служит примером выполнения воинского долга. Многие из тех, кто крепил и продолжает совершенствовать обороноспособность страны в составе экипажей тяжёлых машин, собрались в Центральном доме офицеров. О молодости, проведённой в танковых войсках, все вспоминают с неискрываемой гордостью. Я прослужил в танках в войсках с 52-го года и до 92-го года. Нашим послевоенным танкистам была поставлена ответственная задача освоения поступающего вновь войска, вооружения и боевой техники. Танковые полки и дивизии на учениях совершали марши своим ходом на большие расстояния с двух-трёхсуточным переходом с обязательным форсированием водных преград по дну реки танками. Сегодня танковые подразделения белорусской армии демонстрируют высокий уровень подготовки и остаются мощным фактором сдерживания. В нашей студии начальник бронетанкового управления Министерства обороны полковник Олег Фомин. Полковник Фомин Олег Вячеславович родился 31 июля 1970 года в городском посёлке Уречи Минской области. В 1992 окончил Омское высшее танковое инженерное училище. Службу проходил на различных должностях инженерно-технического и командного состава. В 2004 году окончил командно-штабной факультет Военной академии Республики Беларусь. В 2011 факультет Генерального штаба Военной академии. С июня 2012 года начальник бронетанкового управления Министерства обороны Республики Беларусь. Олег Вячеславович, здравствуйте. Здравствуйте, Константин. Во-первых, поздравляем вас с Днём танкистов. Это поистине один из самых почитаемых праздников, причём не только в армии, но и во всей стране. Как вы считаете, почему у наших людей вот такое, можно сказать, трепетное отношение к танкам? Ну, спасибо за поздравление. Трепетное отношение у наших людей не только к танкам, но и непосредственно к танкистам, которые управляют этими грозными боевыми машинами. Говоря о том, что отношение с любовью – это то, что залегло в сердца нашего народа, даже ещё в годы войны, когда танки первыми врывались в освобождённые города, проходили по улицам, и именно танкистам доставались первые цветы, которые ложились на броню, первые поцелуи девушек, освобождённых от фашистского ига. Вот в наши дни фактически каждый новый конфликт переписывает правила вооружённой борьбы. Это касается и танковых подразделений. Их уже несколько раз пытались отправить в отставку, а они продолжают играть ключевую роль во многих армиях. Какие задачи они решают в современной войне? Некоторые специалисты говорят о том, что применение танковых подразделений в современности теряет свою значимость, но это совершенно не так. Все вооружённые конфликты, которые мы отслеживаем, они в основном проводятся с применением бронетанковых вооружений и техники. Танки – это БМП, бронетранспортеры, неважно. Насколько мне известно, в белорусской армии танки существенно модернизируются. По каким направлениям идёт совершенствование техники? Основные – это прежде всего, конечно же, огневая мощь, защищённость, маневренность, командная управляемость. Мы по всем этим видам работы, естественно, проводим. Результаты уже видели вы, наверное, участие нашей сборной на танковом биатлоне непосредственно на машинах, которые мы модернизировали здесь у себя, на территории Республики Беларусь, и добились довольно высоких результатов. Наша сборная участвовала в финале. Из 17 стран, которые принимали участие в этих соревнованиях, мы вошли в четвёрку сильнейших. Опыт применения последних вооружённых конфликтов говорит о том, что основной из основных угроз для танков являются ручные противотанковые гранатомёты. У нас проведён комплекс мероприятий по исследованию этого вопроса. Мы отстреляли по бронекорпусам непосредственно из ручных противотанковых гранатомётов с использованием защиты в виде противокумулятивных экранов на данных корпусах. По результатам проведённого анализа принято решение о разработке этих противокумулятивных экранов. На сегодняшний день мы уже имеем три комплекта. Это танк, БМП, БТР. В ходе танкового биатлона, о котором вы упомянули, на международных армейских играх, белорусские экипажи использовали прицельный комплекс «Сосна-У». Можно несколько подробнее рассказать об этой системе? Система эта на сегодняшний день является одной из самых совершенных. Более чем по 20 характеристикам после установки этого комплекса новая машина Т-72БМ1, которая принята у нас на вооружении, она превосходит танк советского производства Т-72Б. Производителем его является пеленг предприятия «Наше Отечественное». Они вложили, скажем, душу в эти образцы. Самое важное то, что у нас появилась возможность вести более точную стрельбу в движении. По стрельбе управляемой ракетой в движении раньше такой возможности у нас вообще не было. Изменяющаяся кратность позволяет экипажам на сегодняшний день оперативно организовывать поиск цели на поле боя. У них имеется возможность изменить эту кратность, то есть приблизить цель к себе и уже более предметно ее рассматривать. Насколько я понимаю, управлять 43-тонной машиной непросто, а тем более действовать в бою. Олег Вячеславович, как танкист с большим стажем, скажите, пожалуйста, вот эта служба, работа, она накладывает отпечаток на характер человека? Ну, конечно, мы говорим о том самом маленьком подразделении танковый экипаж, это где три человека находятся в забронированном пространстве. То, как они действуют в ходе боевой подготовки, в ходе мероприятий различного рода слаживания, накладывает замечательный отпечаток, то, что это качество товарищества, коллективизма, который развивается в человеке. И вот как минимум три человека, если это экипаж, это уже люди, которые, ну, не только дружны между собой, они понимают друг друга с полусловом. Спасибо за беседу, с праздником. А я напомню, у нас в студии был начальник бронетанкового управления Министерства обороны, полковник Фомин Олег Вячеславович. Командир танковой роты Антон Шалуха. Один из тех, для кого танки – это и работа, и увлечение, и досуг. В эти дни он готовит свое подразделение к полевому выходу. О любви к боевым машинам и главной особенности танкистов Антон рассказал нашей съемочной группе. Служить будет непросто, но интересно. Первое, о чем предупреждает новобранцев, командир танковой роты Антон Шалуха. Офицер уверен, чтобы сделать из подчиненных классных специалистов, важно настроить их на непрерывную работу. У танкистов по-другому никак. Постоянное движение, никогда не сидишь на месте, постоянно чем-то занимаешься. Если работаешь с техникой, это копоть, запах пороха. Понимаешь, что от маленького тебя зависит вот этот большой, огромный танк. О своей профессии капитан Антон Шалуха говорит. Такая судьба. Танкист в третьем поколении он с детства знал – будет продолжать династию. У меня все родственники военных. Начиная от бабушки с дедушки, наканчивая братом. Отец и дед танкисты тоже. Появилась вот эта военная романтика, вот это желание служить именно на этой мощной технике. Любовь к технике, кругозор, выносливость. Сочетание этих качеств – минимальный запас специалистов в танковых войсках. Командир роты убежден – одного умения водить и поражать цели недостаточно. Выполнение задачи на поле боя зависит не только от того, как танк едет и стреляет, а от того, как экипаж его использует. Это и маневр огнем, смена позиции, в некоторых моментах решительное наступление, либо практический отход. Многие подчиненные капитана Шалуха – увлеченные геймеры. И в армию приходят уже с опытом многочисленных побед на виртуальном поле боя. Однако реальная боевая работа гораздо сложнее компьютерной игры. Прежде чем сесть за рычаги танка, приходится сдать не один зачет, а каждый маневр отработать до автоматизма. Благодаря известной самогре, многие приходят в эйфории сюда пострелять, поездить, покататься. Чтобы достичь максимального эффекта, проводим занятия на тренажерах, на танковых огневых городках. Со временем вырабатывается определенная система. И когда уже систематически все выполняют все четко, все правильно, тогда уже непосредственно с уверенностью можно ехать в поля. Чем дольше и упорнее подготовка, тем желаннее победа. Первая стрельба, которую готовит подчиненных командир роты – поворотный момент в службе. Именно после нее молодые солдаты до конца осознают, что значит быть танкистом. Скорее всего, это просто любовь к технике, любовь к этой большой, мощной машине. И понимаешь, что довольно сложно с ней расстаться, потому что нигде больше такого нет. Но только здесь. Службу в этом роде войск простой не назовешь. Возможно, поэтому танкистов не нужно учить сплоченности и взаимопомощи. Экипаж, в первую очередь, команда. Танк без экипажа – это просто машина, которая стоит. Когда в нем появляется экипаж, они действуют всегда вместе. Со временем вот это начинает проявляться, чувство коллективизма. Сами люди начинают понимать, что друг без друга они могут сделать, но далеко не все, что могут сделать вместе. Встречать профессиональный праздник на полигоне для капитана Антона Шалуха уже традиция. Осень – пора активной боевой учебы, а значит грохот танковых пушек. Самый яркий праздничный салют. История танковых войск насчитывает уже целый век. Наиболее яркие ее страницы написаны в годы Великой Отечественной войны. Один из самых успешных боев, Второй мировой, проведен с советскими танкистами в августе 1941 года. В течение часа экипаж КВ-1 во главе со старшим лейтенантом Зиновием Колобановым уничтожил 22 вражеские бронемашины. О подвиге советских воинов и уважении к их памяти в нашей рубрике «Чтобы помнили». 19 августа 1941 года командир роты старший лейтенант Колобанов получил личный приказ от командира 1-й танковой дивизии – перекрыть три дороги к Гатчине и стоять насмерть. Вместо 11 машин по штату в подразделении было только пять. Но каких? Крепкая броня и мощная пушка сделали КВ-1 настоящей грозой вермахта. В тот день все танки Ротный разместил в засаде рядом с совхозом войсковицы. 40 немецких танков с грохотом выехали на дорогу. Этого только и дожидался старший лейтенант Колобанов. Машина открыла по колонне ожесточенный огонь. Товарищ Усов работал на славу. Загорелась одна, другая, третья фашистские машины. Вот раздался взрыв, и четыре машины полетели под откос. Обливаясь потом, Усов все стрелял и стрелял. В этом бою танк старшего лейтенанта Колобанова подбил 22 немецких танка. Почему командующий Градским фронтом Михаил Хозин своим решением отменил представление Колобанова к званию Героя Советского Союза, остается только догадываться. Вместо золотой звезды Героя офицер получил орден Красного Знамени. А потом было тяжелейшее ранение головы и позвоночника. В 42-м году Колобанова через Ладогу переправили на Большую Землю. И практически весь 43-й и 44-й год он пластом валялся в госпиталях. Позже Колобанов вспоминал. В госпитале мне пришлось увидеть бой под войсковицами. Кадры, снятые там, вошли в один из выпусков военной кинохроники. Набравшись сил и смелости, попросился в родную часть. Великое счастье. Взяли. Служил. На фронте Колобанов командовал дивизионом самоходок. За бои на Магнушевском плацдарме получил орден Красной Звезды. А за берлинскую операцию – второй орден Красного Знамени. 15 августа 1945 года Зиновий Колобанов был назначен заместителем командира танкового батальона. Служил в Белорусском военном округе. Уволен в запас по болезни в 1958-м. После чего работал в отделе технического контроля Минского автомобильного завода. Коллеги и не догадывались, какой легендарный человек трудится рядом с ними. Мой дедушка, конечно, был очень скромным человеком. Семью рассказывал, в том числе и мне, что был такой бой, что в этом бою было очень много подбито. Мне очень приятно, что восстановили танк КВ очень редкий. Что это вызывает живой интерес у молодых людей. И что есть люди, которые об этом так заботятся, волнуются и сохраняют память. Василий Григорьевич Монич как раз из таких. Его, успешного предпринимателя, заинтересовала судьба Колобанова. О его родственниках ничего не знал, но нашел информацию, что танкист похоронен на одном из минских кладбищ. Че кладбище меня знают, я их знаю. Я каждому попросил, поищите Колобанова. И вот Шижевская кладбища, Надежда Павловна, она говорит, «Василий Григорьевич, я помню этого красивого подполковника. Он постоянно ходил к жене. Так его там и похоронили». 19 августа 2006-го на месте последнего земного пристанища воина появился мемориальный комплекс, достойный этого выдающегося танкиста. Позже Василий Монич написал книгу о Зиновии Григорьевиче, учредил одноименный фонд и памятную медаль, которой награждаются люди, внесшие значительный вклад в сохранение памяти участников Великой Отечественной войны. Не обошел вниманием подвижник и наводчика танка Колобанова Андрея Усова. За бою войсковиц он награжден орденом Ленина, прошел всю войну. После демобилизации вернулся в родной Толочин, где и работал до ухода на пенсию. К сожалению, его тоже нет в живых. Посмотрел могилу, и я принял решение сделать захоронение, облагородную могилу, послать такой же, как и Колобанова. Проект есть. Уже медальон сделали 9 мая 1917 года. Обязательно будет установлен памятник на родине, и память Усова будет увековечена. В этом году подвигу героического экипажа исполнилось 75 лет. Таких, как эти танкисты, в яростных боях, ломавших хребет фашизма, были миллионы. Известных и безымянных, не жалевших своих жизней в борьбе за свободу и независимость Родины. Сегодня завершает работу Международный военно-технический форум «Армия-2016». В этом году он проходит сразу на нескольких площадках. Оставная – в подмосковном парке «Патриот». Выставочные павильоны и открытые экспозиции разместились на площади в 140 тысяч квадратных метров. Свою продукцию представили оборонные предприятия из 13 государств, в том числе из Беларуси. Подробности в репортаже нашего специального корреспондента Сергея Чуракова. Материальное воплощение передовой военной мысли – так называют аналитики этот военно-технический форум, который в России проводится во второй раз. В экспозиции 40 тематических сегментов, отражающих основные тенденции развития вооружений. Здесь представлены сотни, может быть и тысячи образцов техники, которые на сегодняшний день считаются перспективными или же обладают наиболее такими высокими характеристиками, которые можно использовать в ходе боя. Вооруженные силы представляют свою площадку здесь. Те разработки, которые сделаны в Военной Академии Республики Беларусь и в Научно-исследовательском институте вооруженных сил. Это полезно для нас и для развития, и для изучения иностранными, потенциальными заказчиками. И наш военно-технический комплекс страны, они представлены здесь и тоже имеют возможность заключить контракты. Главная тема оружейного салона – интеллектуальные промышленные технологии. В линейке отечественных экспонатов – автоматизированные системы управления, инженерная техника, транспорт, средства противовоздушной обороны, сверхточные, инфракрасные, видео- и фотосистемы, многофункциональные авиационные комплексы. Многие из этих аппаратов уже закупают, причем не только в странах СНГ, но и на Ближнем Востоке, в Азии и в Африке. Лидирующие позиции на форуме заняли белорусские предприятия, занимающиеся разработкой беспилотных летательных аппаратов. Здесь представлены как миниатюрные дроны-разведчики, так и крупногабаритные боевые роботы. В данном случае мы привезли три типа беспилотных авиационных комплекса. Это БУС-ЛМ, БУС-ЛМ-50 и Буревестник. БУС-ЛМ привезли в варианте ударного макета, в котором есть и оптические системы, системы наведения, системы нанесения ударов по наземным целям. Такой комплекс здесь показывается впервые, и из всех наших беспилотных летательных аппаратов, конечно, ударный вариант наиболее востребован. Авиационная тематика в Подмосковье, пожалуй, одна из самых популярных и насыщенных. Для белорусской делегации в этом контексте встречи с коллегами и прежде всего из России стали продолжением сотрудничества по укреплению военно-воздушных сил. Мы продолжаем закупку учебно-боевого самолета Як-130, и поэтому мы сейчас вышли уже на практическую реализацию второго контракта по закупке очередных четырех самолетов. Мы вышли на практическую реализацию закупки 12 вертолетов Ми-8, МТВ-5. Шесть вертолетов буквально в ближайшее время. В сентябре-октябре мы получаем нашу 50-ю смешанную авиационную базу. Летный состав уже убыл в Казань для обучения и пилотирования данных вертолетов. По сравнению с прошлым форумом, на площадках нынешнего заметно увеличилось количество робототехники. Это и тяжелые гусеничные комплексы, и специальные машины-трансформеры. Как правило, они выполняют разведывательные функции. Это самый маленький робот Юла. Он весит 700 грамм, скорость передвижения до полутора километров в час, возможность переносимых грузов до 300 грамм. Оборудован двумя камерами. Это передняя и в хвосте. Очень простой принцип работы. Мы выдергиваем чеку, робот запускается, включаем пульт, 10 секунд, робот готов к использованию. Мы его забрасываем, куда нам надо, и робот готов к действию, то есть к проведению операции. Некоторые из представленных экспонатов пока прототипы или опытные образцы. Достойную конкуренцию по эффективности им составляют реально действующие аналоги, созданные в результате глубокого усовершенствования. Один из вопросов, который рассматривался на форуме, это модернизация белорусских танков Т-72. Если отечественные специалисты сумели улучшить характеристики прицельных комплексов, то железное сердце бронированных машин они хотят позаимствовать у российских коллег. Белорусы, в свою очередь, предложили доступный и действенный способ замены систем связи на тяжелой технике. Представлена радиостанция УКВ-диапазона Р-181-50ТУ, диапазон 30-108. Она полностью пришла на замену радиостанции Р-173. Но только исполнение цифровое, реализованы все цифровые режимы, скорости. Оборудование, аналогов которому пока нет, привезли специалисты военной академии. Их разработка обещает стать прорывом в инженерном деле. Радиолокатор обнаружения МИН в директорическом исполнении. Это совместная разработка ГИИ вооруженных сил и БГУИР. Представляю собой, в принципе, ноу-хау. Аналогичной системы в мире не существует. Отличается используемой адаптивной обработки сигналов и реальным масштабом времени. Участие в престижном военном форуме – своего рода показатель способности страны идти в ногу со временем в вопросах обороноспособности. Беларусь в очередной раз наглядно продемонстрировала, что имеет достойный технический потенциал для парирования современных угроз. В небе, на земле, в киберпространстве, сегодня и в будущем. Вы смотрели «Арсенал». С вами был Владимир Бурко. Узнать о новостях «Армейской недели» и посмотреть эфирные программы вы можете на нашем сайте. Всего доброго. До встречи на телеканале «Беларусь-1». Игорь Михайловсия «Беларусь-1»-2 Редактор субтитров А.Семкин